хорошо и добрый вечер мы сегодня продолжаем наше серию уроков по книге равкука рота шива книги равкуку рота шива на сегодня 13 глава начинается его обзор но я бы хотел начать хотел поделиться с вами некоторыми мыслями у меня были по немножко другой теме они меня так сильно взволновали что не могу ими не поделиться по поводу теории эволюции мы ее сильно касались вот наши серии уроков по поводу тора и науки если коротко без относительно к научной ценности этой теории раф кук был очень рад ее появлению потому что она потому что она добрый вечер тему потому что теория эволюции она приближает приближает нам идеи развития идеи постепенного изменения из как бы закрытой частью тора там где есть перевоплощение душ то есть длинные длительные исправления на протяжении поколений где миры они тоже перетекают один в другого спускаются сверху вниз как бы где процессы описаны как долгие процессы а не как представление о всевышнем как только фокусники из бороды волосинку как старый хаттабыч вырвал заклинание отказал и все произошло мы начинаем видеть величие всевышнего также не только в том что умеет делать чудеса но и в том что он князь истории потому что он может какие-то процессы происходят как бы людское сознание приближается к этой идее и и проще потом уже можно объяснять на основе того что к людям близко можно объяснять какие-то идеи из иудаизма я хочу взять другую идею из иудаизма и воспользоваться дарвинской теории эволюции чтобы также ее приблизить к нам у нас есть сложная идея такая вот сложно поддающаяся разбору сложно ее сложно понять но обязательно четко и она есть идея о том что добро добро что зло оно тоже происходит всевышнего идея о том что зло оно в конце концов тоже к добру нам как людям нужно со злом бороться а всевышний своих планов достигает и с помощью добра и с помощью зла нам он говорит выбери жизнь но он создал зло и отговорки типа что зло которое мы видим в мире это люди делают друг другу это хорошо и красиво но это не помогает нам окончательно обелить всевышнего от ответственности так мы верим в единобожие то все что в этом мире есть оно происходит из-за зла и более того логика нас обязывает до того как мы упрёмся в тупик сказать так зло это приносит нам действительно зло и страдания то в нем должно быть такое количество добра которого по крайней мере оправдала все то все то разрушение которое оно приносит и эти идеи они очень сложно воспринимаются потому что либо ты нам скажи что со злом нужно бороться либо ты нам объясняй что зону в конце концов к добру да то есть на особенно на уровне восприятия человека это может быть логично как это еще можно примирить но или восприятие как бы если зло это можно очень просто ошибиться как это сделали франкисты а возле высокий потенциал добра и без того чтобы это мне не раскроем там все возле избавительное придется давайте отпускаться во всю чашку и такая ошибка может быть но идея сложна с одной стороны с другой стороны она есть мы благословляем благословенный всевышний делающий свет и творящий тьму делающий мир и создающий зло я может быть не совсем точно цитирую но это сказано написано это это есть у нас эта идея на сложная для восприятия и вот моя идея взять теорию эволюции теорию эволюции показать как настоящее зло с которым нужно бороться она несет в себе сумасшедшее добро очень большую мощную силу продвижения вперед с вашего позволения я сейчас вам расскажу до чего я додумаю я начну с конца я буду двигаться к началу мы в нашем мире видим что есть часть как бы теории вот часть развития природы то что мы видим что есть хищник и жертва хищник это видимо морально плохо как бы жертвы это хорошо но смотря на теорию эволюции смотря на развитие видов мы видим что вот разделяя эти два отряда на всех уровнях охотник и жертва она помогает очень сильно развиваться и охотникам и жертвам это очень сильный двигающий вперед эволюционирующий толчок сила такая если нужно было только конкурировать друг с другом за травой это одно одновременно нужно с одной стороны голодным не лечь спать а с другой стороны не только траву кушать но и чтобы тебя не съели то ты становишься гораздо быстрее гораздо более умным сообразительным хитрым быстрым и так далее то есть с одной стороны это явное зло хищник одно животное поедает другое это вообще не нехорошо с другой стороны мы видим что это очень мощный двигатель вперед давайте возьмем еще одну вещь которая была катастрофа вымирание по теории эволюции во время во время существования жизни мы прошли через много вымираний некоторых из них вымирала половина представителей флоры и фауны некоторых 75 процентов были такие что и 90 процентов жизни исчезал понятно что это катастрофа понятно что это зло по нашему всему определению очистить 90 процентов всего всей жизни на земле это понятно что это зло понятно что это зло с другой стороны это давало опять чем мощнейший толчок развития я здесь объясню немножко подробно в каждой конкретной в каждой конкретных условиях лучше всего приспосабливается какой-то вид который именно лучше всего приспособлен вот именно к этим условиям теперь вымирания были иногда действительно катастрофы такие очень быстрые ну не знаю там вулк то что мы любим как нозавров и билостеров да но иногда с эволюционной точки зрения изменения условий которые берет там тысячу или десять тысяч лет это тоже очень-очень быстрые изменения и оно тоже приводит к массовому замиранию очень часто в чем плюс плюс он такой развиваются виды которые лучше всего приспособлены именно вот к этому вот не знаю к этой погоде к этому состоянию а движение вперед в смысле развития соответственно есть другие виды у которых есть потенциал приспособиться к другим условиям но на этих условиях они не лучше и в будущих условиях они тоже будут не лучше но у них останется эта возможность приспособиться к изменениям вот эти вот изменения вымирания очищают нам место от тех кто очень сильно приспособился к этим условиям но в общем-то это тупик потому что больше изменяться он особенно не может и те которые были на втором плане и они не лучше всего приспособились к этому к этой ситуации но у них была возможность приспосабливаться к новым к новой среде среде они получили преимущество вирусы следующий вирус как это тепелинные иврития как это по-русски будет те которые а паразиты вот вспомнил паразиты понятно что это зло я тут не знаю там выращиваю картошечку чего-нибудь такое свое тело пришел кто-то и на халяву хочет чего-то получить понятно что паразитизм это зло отвратительно ужасно и плохо понятно понятно что так же как с охотником и жертвой борьба паразит хозяин очень сильно подстегает тех и других но в основном хозяина понятно что вирус или бактерия она сильно меняется но высокоразвитые формы они их очень сильно это продвигает вперед но не только но не только а знаете ли вы а знаете ли вы что 80 процентов нашего человеческого генома это пришло из вирусов мы его в себе тащим более того более того более того очень часто какие-то патенты какие-то идеи которые первые придумали вирусы мы потом забрали к себе пример 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 ядро нашей клетки по ведущей на сегодня теории есть несколько теорий но вот в последние самые последние годы ведущая теория наговорить что происхождение ядра клетки это вирус а зачем нам нужно ядро клетки рассказывал ядро клетки нам очень нужно это кстати принципиальное отличие от прокариотные аукариотные клетки у одних есть более ранее ядра у аукариот есть ядро ядро содержит всю генетическую информацию в закрытом виде а вокруг вне ядра цитоплазмы клетки у нас происходит такое большое дымится производство идет белки производятся работу делают так далее ядро клетки нам помогает на основании того же самого генома иметь очень-очень много разных типов клеток на основании того же генома у нас будет клетки и кожи и печени и мышц и костей и нервные клетки это все клетки на основании одного и того же генома потому что внутри ядра мы можем подкаре немножко регулятивные поменять на основании того же генома поменять а кстати учетверение поменять немножко регуляцию и получаем разные типы клеток это возможно только у клетки, которые называются аукариотные, происхождение которых, кстати, видимо, гораздо более загадочное, чем принципиальное происхождение в общей жизни. Потому что жизнь у нас зародилась примерно в окне в 150 миллиардов лет, а потом примерно миллиард или два были аукариотные клетки. И заняло миллиард, не помню, или два миллиарда целых лет из тех четырех с копейками, которые у нас существует жизнь, для того чтобы произошли вот эти вот аукариотные клетки, из которых мы все уже созданы. Так что, видимо, это более сложное и более даже маловероятное событие, чем само зарождение жизни. Ну, о чем я еще подумал? Давайте отходим дальше. У нас есть мутация, что есть ошибка. Мутация – это ошибка. Это плохо, это зло. Без нее никакого развития не было принципиально вообще. По поводу, кстати, жертвы хищников. Животные, допустим, да, и жертвы, и хищники сообразуются в стаде или в стае. Соответственно, тебе нужно не уже в одиночку бегать, а в обществе общаться. Это развивает, допустим, чувства. У животных есть чувства. Именно жизнь в стае, да, лучше оборонять с одной стороны, хоть с другой стороны, она тоже сильно очень развивает. Нужно коммуникацию сделать в стае и так далее. Еще одна ошибка, последняя давайте. А, естественный отбор, конечно, сам по себе. Ужасное зло. Все умирают, остается только самое лучшее. Это, вот, давайте, гением оставим всех остальных в душегубку, да? Как-то нехорошая идея. Самые приспособленные остаются, все остальные вымирают. Плохо. Наш геном тоже. Часть генома тоже ошибочно абсолютно, понятно, да? Где-то произошла ошибка, и весь геном где-то он дважды был скопирован, а где-то четырежды. Дала сумасшедшую кучу для возможностей, как это называется, осавамикцует. Очень часто эволюция обходит важные вещи, которые сложных систем, потому что она берет какую-то вещь, которая делала одну работу, и она уже готова. И перепрофилирует ее, как часть другой системы, которая будет делать другую работу. Например, когда у нас есть много лишних генов, которые делают то же самое, а один ген останется, будет делать то, что нужно. А второе, если его поменять, уже принципиальная вреда для организма из-за того, что старый ген не работает, старый белок, допустим, не работает, его нет. А теперь можно только добро получать. Можно еще, видимо, подумать много примеров из той же самой теории развития видов, теории эволюции, где мы видим зло однозначно, которое является очень сильным двигателем прогресса. Что нам помогает? Объяснить идею о том. Понятно, что эта идея, она объясняется. В иудаизме сама по себе нужна мораль, чтобы нам нужна свобода выбора, чтобы у нас были заслуги. Идея, она объясняется о том, что зло, оно идет к добру. И зачем Всевышний создал зло? Она объясняется с большим скрипом и с огромным трудом. Я сейчас попытался показать, как сложная идея в иудаизме. В общем-то, она наполовину также относится к тайному учению. Мы не говорим вслух, что зло – это к добру. Вслух мы говорим, что зло – мы боремся. И, кстати, обратите внимание, на всех этапах эволюции все это зло, с ним нужно, конечно, бороться. Если мы прекратим бороться с вирусами или с хищниками или с катастрофами, мы точно ляжем костями. Но, тем не менее, это нас сильно продвигает вперед. Остановимся здесь. И я хочу послушать вашу реакцию. То есть, когда Симон тут упал, я был очень-очень с собой доволен. Я сказал, ой, как все подходит. Ну, все. Я здесь остановлюсь и хочу послушать вас, что вы скажете по поводу моего понимания этих вещей. А потом пойдем уже наш отрывочек выучим. Пожалуйста, кто-то хочет что-то сказать? Нет. Переваривай. Хорошо. Если нет, то у нас в запасе наш текст. У нас наша книга любимая Ротатшева. У нас тринадцатая глава и седьмой абзац. Тяжесть постижения приходит главным образом из-за того, что стремление в добру и соглашенство ослабевает из-за изъянов в качествах и грехах. Изъянов в качествах и греху. И на самом деле, стоило бы поститься, чтобы ослабить дурную силу материи, препятствующую желанию подняться на должную высоту. Однако, необходимо взвесить собственную силу, духовную и физическую. Достаточно ли ее для этого? В любом случае. Не стоит отчаиваться и отказываться от поднятия желания. Даже если остается некоторая неисправленная изъяна, будь то в качествах или в делах. Нужно надеяться на милость Всевышнего и на помощь свыше, ибо добрый прям Всевышний. Потому направит грешников на пути. Продолжение следует. Тяжесть постижения приходит главным образом из-за того, что стремление к добру и совершенству ослабевает из-за единственных качествах и грехов. Тяжесть постижения. То есть, как-то по-простому, голова работает хуже. Особенно в вещах связано в святости. Постижение Всевышнего, постижение каких-то вещей духовных. Ну и так же, это, видимо, связано и с мудростью. Из-за чего у нас тяжесть постижения? Из-за того, что стремление к добру и совершенству ослабевает. Это основа и основа чумы. И основа много очень чего. Особенно в учении рабов. Это поднятие желаний. Возвеличивание желаний. Вознесение желаний. Соответственно, наоборот. Упрощение, унижение желания. Делание его более грубым. Более скотским. Оно, это источник греха. Это источник падения человека. Вообще, вся задача иудаизма, исправления человека, чувы, это не то, чтобы мы не делали грехи. Это то, чтобы мы хотели делать добро. Чтобы наше желание было поднятым. Чтобы мы желали хорошего. Соответственно, не желали плохого. То есть понятно, что это самое. Человек, который не делает грехов, но очень-очень этого хочет, это лучше, чем человека, который очень не хочет делать грехов, но их делает. Ну, здесь, конечно, можно обсуждать это. Приятно, что нужно, конечно, не делать грехов. Но мы стремимся, в конце концов, чтобы человек не только не делал, но и его желание было там же. Чтобы он хотел делать добро. Соответственно, поднятие, улучшение желания человека – это цель и это основа чувы. Это с цель и основы исправления. И, соответственно, наоборот. Теперь, желание. Но здесь у нас есть соотношение. Стремление к добру. Оно ослабевает. Из-за изъяна. В наше человечество качество. Из-за грехов. Обратите внимание. Обратите внимание. Оно ослабевает. Это очень интересный... Фак, секундочку. Это очень интересная вещь. Рав здесь не говорит нам про исправление. Рав не говорит о том, что грехи делать плохо. Рав говорит о том, что мы хотим постичь какие-то, допустим, божественные постижения. У нас не получается. Потому что нужно сделать. А вот нужно почистить. Машина не едет. Нужно ее там, не знаю, заправить, почистить, масло поменять. У нас сейчас стрелочка, куда мы идем, что мы хотим. Мы не хотим сейчас исправления грехов самого по себе. Меня заинтересует, что наше постижение засорилось. Мы не заинтересованы вообще делать шуу. В данный момент. Мне кажется, более тонкий просто немножко этаж. Я могу делать шуу, потому что я там понимаю, что делать грехи это плохо, это против Бога, против правды. Я не хочу. Я могу бояться, чтобы меня зажарят сильно в воду, и там горячо, мне не хочется. Здесь более тонкая мотивация. Я немножко издеваюсь, но, грубо говоря, сами грехи мне не мешают сами по себе. Я с ними хожу, ничего страшного. Но приходит понимание, что мое постижение замусорено, остановлено грехами и отрицательными моими качествами. А это происходит из-за того, что мое общее желание творить добро, оно ухудшилось. Из-за чего оно ухудшилось? Из-за грехов. Поэтому приходится заниматься грехами, но не как самоцелью, потому что Бог так приказал, потому что заповедь шувы, потому что получу по голове, потому что подарков хочется хороших в будущем мире и так далее, а как средство достижения цели, поднятия желания и раскрытия углубления постижения. Просто я обратил внимание, я обращаю ваше внимание на строение предложения уравнования. Теперь дальше про пост. И на самом деле стоило бы поститься, чтобы ослабить дурную силу материи, препятствующей желанию подняться на должную высоту. Однако необходимо взвесить собственную силу духовную и физическую. Достаточно ли ее для этого? Что прав нам говорит? Прав нам говорит, что поститься не надо. Прав нам говорит, что то, что люди постились раньше, это хорошо и правильно, а нам, видимо, не надо. То есть прав нам-то говорить немножко более тонко. На иврите, это, кстати, очень красиво звучит. Нужно спросить у нашей духовной и телесной составляющей, а согласны ли они с этими постами. Буквально буквально. То есть, стоит ему, конечно, поститься. Нужно посмотреть, а приведет ли этот пост нам к добру, а не просто тому, что мы будем слабыми, упадем в какую-нибудь депрессию из-за этого, и у нас не будет сил не делать ни плохих дел, ни злых дел, и вообще ничего. И в конце концов, это будет нам хуже, чем лучше. То есть, проститься, видимо, стоило бы, но нужно обратить внимание, принесет это больше пользы или вреда. Я здесь чувствую очень четкий намек. То, что было, было правильно, а нам это не нужно. Но обратить нужно внимание, что это стоило бы делать. То есть, да, материальное нас тянет вниз, иногда его нужно немножко прижать к тем, чтобы мы могли духовное поднять на место. Но, как-то, не переусердствовать. Это очень важно. в любом случае, не стоит отчаиваться и отказываться от поднятия желания. даже если остаются некоторые неисправленные изъяны, будь то в качестве или в делах, нужно надеяться на милость Всевышнего, на помощь Всевышнего, на добрый Прям Всевышний, поэтому направят грешников на пути. У нас проблема. У нас проблема. Если присутствие грехов и неисправленных наших качеств, оно опускает желание к добру и становится пробкой к постижению. А я понимаю, что все свои дурные качества я вот так вот с притопом и прихлопом за раз и даже за 10 раз неисправлю. И грехи, которые я делаю, частично я их могу может быть исправить по одному потихонечку, а вот так сразу все и даже не сразу я не смогу. Соответственно приходит мой любимый друг отчаяния. Грехи останутся. Поднять свое желание делать добро никуда ты не сможешь, потому что он зависит от грехов, о грехе и куда тебя от них деться. Но соответственно все. Что и требовалось доказать. Мне хочешь, увы, нет, исправления нет. Это самое как-то я царара, плохого начала, он тебя сперва поджуживает на гадости, а потом тебя обвиняют. Смотри, ничего не стоишь, ты только лишними делами занят, ничего больше ты не можешь и возможности исправиться не нужно. Посмотри на себя трезвым взглядом. Это он же самый. Право говорить, ни в коем случае, конечно. Отчаиваться из-за того, что часть грехов или собственных качеств я не исправил, не нужно ни в коем случае. Соответственно, отчаиваться от поднятия желания нельзя и не нужно. И вот здесь нужно надеяться на Всевышнего. Я делаю свою часть, то, куда я могу достать. Всевышний делает свою часть. В любом случае, не стоит отчаиваться и отказываться от поднятия желаний. Даже если остаются некоторые неисправленные изъяны, будь то в качествах или в делах. Нужно надеяться на милость Всевышнего и на помощь свыше. Мы начинаем дорогу. Всевышний нас на дороге наставляет и помогает нам. Нам кажется, сейчас мы не сможем всю дорогу осилить. Всевышний говорит, ты иди, иди. А сможем, не сможем, оставь нам. Вдруг по дороге ты астероиды найдешь, стероиды, как называется, и станешь великаном, накачанным, большим, у тебя силы появятся. Кто знает. Потому что вступая на дорогу, ты что-то исправил. Что-то исправил, ты стал лучше, силы у тебя увеличили. Кто знает. Вдруг ты дорогу сможешь пройти, а не сможешь, тоже ничего страшного. Потому что то, что ты прошел, даже не пройдя полностью дорогу. Ту чай дорогу, ты прошел, она твоя. Как это? Рэвах кулашивану, как это по-русски. Выгода наша. То, что мы, по-крайней мере, осилили, оно все наше и хорошо. Ибо добр и прям Всевышний, поэтому направит грешников на пути. Всевышний не ищет нас, где бы нас утопить. Наоборот, он ищет нас, где бы нам помочь. Теперь я хочу, кто хочет что-то сказать по поводу первой части, или второй части, пожалуйста, я с большим удовольствием послушаю только включите себе микрофон, потому что всех на час выключу. Ничего так грустно? Никто ничего не хочет сказать? Добрый вечер. Сегодня очень тяжелая тема, по крайней мере, для меня. В плане переваривания такого, экспресс. По поводу первой части или второй части? По поводу первой части у меня почему-то сейчас пока я слушал, очень сильно такое перекликание было с идеями книги Дат Твунот. Но это как-то очень сильно развернута узкая тема. Ко второй части я отнестись пока не могу, ее очень долго переваривать придется, если не послушать еще раз даже. Послушаю вас навсегда хорошо, большое спасибо. дат вот безусловно это вся книга в основном ее основная тема это именно вот понятие то есть вот такая толстенная книга, основная тема которой это объяснение как добро, как зло, к добру. То есть если мы видим такая книга написанная вообще каббалистов это значит тема сложная на простую тему не нужно так много страниц говорить безусловно да конечно это перекликается вообще как тема зла и того что зло оно к добру и что зло создало Всевышний и зачем и так далее тема она тяжелая тем странам поэтому большая тяжелая книга очень хорошая я ее очень рекомендую самую как ведение вообще безусловно хорошо спасибо вторую часть да послушать еще раз хорошо это для этого мы записываем наши уроки так что да спасибо Тиму кто-то еще хочешь сказать хотелось мне не выширить хорошо я просто хочу сказать что меня вообще интересует тема поднятия желания ну с практической точки зрения какие инструменты предлагаются скажем так что вот вы можете об этом сказать ой не знаю но если не ошибаюсь ну вот чува я думаю еще молитва если не ошибаюсь там бина идет и поднятие желание знаете урава есть во многих местах я может быть домашние данные возьму постараюсь увидеть вопрос как и чем да так просто сразу вот так у меня что-то не всплывает вот именно как самая главная задача наша по крайней мере вот это понятие урава это очень серьезно это очень как бы у него очень сильно это как раз нитью проходит через очень много его статей книг вот именно наша задача не там делать просто хорошо или там не делать плохо и там даже не думать хорошо плохо а вот именно стремиться чтобы хотели хорошего они там себя переломали вот я хочу плохое хочу изнасиловать я не даю себе это сделать хочу нажраться до пуза но вот я себя сдерживаю и ухожу голодом это хорошо это здорово это классно у нас есть следующий этаж который мы уже назвали святости человеку не нужно с собой бороться и вот это вот именно то что человек уже работает над своим желанием а что собственно я хочу и здесь может быть вот эти вот самые постижения связаны с этим задумываться немножко о Боге о себе о мире ну я посмотрю что написано ли у Равы что-то конкретного как это достигается но сейчас ничего больше сказать не могу спасибо больше ладно действительно это же главное на самом деле то есть человек может даже хотеть добра человек может хотеть учить Тору соблюдать заповеди но при этом его мотивация может быть на уровне трехлетнего ребенка она может быть совершенно эгоистичной инфантильной ой вы как вы правы да 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 ладно окей я умолчаю да да интересно интересно что практически предлагается как это делать отлично спасибо Виктория да я единственное хотела сказать для общего понимания что на самом деле в божественном мне кажется все-таки нет прям четкого понимания добра и зла потому что Бог он не может быть ни злым ни добрым нет есть конечно какие-то ну совершенно моменты дело в том что в результате в зависимости от человеческих стремлений даже ошибки ну это вот то о чем вы говорили даже ошибки приводят к положительному доброму результату идут во благо то есть силу этого мне кажется вот как такового разделения добро зло его вот четко прям не существует на самом деле не стоит к этому так относиться особенно в плане развития вот видите вот то что то с чего я начал вопрос добра и зла вопрос добра и зла очень сложный с одной стороны то что вы сказали это абсолютно с другой стороны это категоричная ложь не менее на нашем уровне жизни мы не можем сказать не все так однозначно есть добро и есть зло и мы со злом должны воевать не сидеть на диване и заниматься финансовым с другой стороны с божественного аспекта когда мы поднимаемся наверх безусловно то что вы сказали это правда на в конце концов на том то очень высоком уровне нет разницы между добром и злом нужно понимать что это как бы не путать что на земле а что на небе да иначе мы будем превратимся из оружия добра в оружие зла да я забыла ну просто сказать что это именно человеческое изобретение добро и зло именно это не человеческое изобретение в том то и дело это изобретение не буду сейчас просто влазить в спор какой-то как бы ну вот вот у нас тут проблема что по простому с одной стороны добро это добро зло это зло они воюют и мы должны быть на стороне добра с другой стороны если Всевышний он один то как он нам сделал как и зачем он нам сделал зло и это очень сложный вопрос и да и то что в какой-то момент они сливаются это нам не помогает его разрешить кроме того что зло оно вообще больно вот так что вот именно двоинственность как бы частица и волна с одной стороны мы их очень четко должны разделять с другой стороны мы понимаем что источник зла это уже Всевышний но тем не менее ну смотрите как бы наша мы действительно это верно что мы не можем сказать про Всевышний ни то что он добрый ни то что он зол но тем не менее немножко ближе сказать что он таки добрый он совершенствует как совершенствует зачем он нам создал зло это тяжелая тяжелая проблема моральная я предложил как пример взять как пример революции и на этом примере увидеть как из зла с которыми да должны бороться ежедневно и не примиряться с ней ни в коем случае оно тоже так же даже если даже если в конце концов теория эволюции окажется в научной точке зрения неверна как пример она нам сослужила сейчас очень хорошую службу приблизить к нам сложную идею и далекую и сложно понимаемую сложно объясняемую чтобы мы могли увидеть на простых примерах ну по крайней мере на уже известных примерах на распространенных примерах как однозначное зло как оно двигает нас является верителем прогресса и морали в том числе ну отлично большое спасибо тогда мы встретимся через неделю через две прошу прощения ну через неделю да через через 14 дней спасибо большое огромное спасибо Шерель как всегда за перевод у нас теперь уже есть у нас уже и на следующий урок тоже большое всем спасибо до свидания до свидания до свидания до свидания